Друзья, 26-й раз мы приходим сюда. 26 лет назад случилось это страшное событие, катастрофа. Погибли наши друзья, наши товарищи, погибло много ставропольчан. Ну, мы все равно исполняем свой долг, я считаю, это наш прямой долг. Это святое дело, прийти и помянуть наших близких, наших друзей, наших товарищей, которым такая судьба была Господом уготована. Ну и, наверное, пока мы будем ходить, пока наши ноги будут ходить, мы будем все равно свой долг исполнять. И обязательно сюда приходить 18 марта каждого года. Вот, поэтому долго не будем говорить, мы это уже все проговорили, все это знают. И поэтому светлая память нашим товарищам. Мы сейчас по нашей традиции их снова поменем. Вот, ну а пока у нас еще Оксане хочу размысловить, представить слово. Вот, вы знаете, естественно, все мы каким-то образом, каждый из нас помогаем или совместно помогаем нашим ребятам, которые сейчас на линии фронта находятся. Вы знаете, что мы в декабре прошлого года, мы 20 тысяч наш, наша ветеранская организация, сколько могла, перечислила. Ну и мы перечислили централизованно по нашему желанию, нашего совета, именно врачам, которые спасают жизни наших ребят. Ну и вот Оксана тоже занимается этим очень святым делом. И поэтому я предоставлю ей слово. Дорогие коллеги, дорогие друзья, мы действительно сегодня собрались вспомнить о наших погибших товарищах. И Виктор Никитович абсолютно верно сказал, помня о тех, кто ушел, с кем мы стояли бок о бок, и мы не должны забывать о тех, кто сейчас отдает свою жизнь за нас, за страну, за то, чтобы жили наши дети, наши внуки. В Ставропольском крае и в ближайших регионах образовалось общественное движение «Помощь фронту обоз». Возможно, многие слышали об этом. Я знаю, что присутствующие здесь люди активно помогают этому. Мои родные братья непосредственно сами ездят на линию фронта. И те денежные средства, и те материальные средства, та помощь, которую мы собираем, она гарантированно приходит к нашим бойцам. Причем именно они работают с передовой, они едут в те части, которые стоят на передовой, и через две недели очередной обоз уходит непосредственно в зону, в которой сейчас идут самые тяжелые бои. Закупается необходимое для бойцов оборудование. То есть и продукты с удовольствием берем, передаем, потому что, как говорят сами бойцы, это прежде всего то, что мы помним. Для них самое главное, чтобы они понимали, что мы здесь помним, что мы с ними. И каждая баночка варенья, каждый кусочек сала, каждая коробочка печенья – это прежде всего кусочек дома, который по-настоящему мужественные люди везут туда, попадают под обстрелы. Все это очень сложно, все это непросто. И вот сейчас, в первых числах апреля, как я уже сказала, уходит очередной обоз. Сейчас мы активно собираем деньги на закупку вездеходной резины, которая очень необходима. Это, к сожалению, то, что моментально выходит на машинах из строя, потому что большинство из вас водители знаете, что такое резина и что такое ездить по битому бетону и все это. И кроме того, сейчас сделан заказ на тепловизоры. Это то, что реально помогает нашим бойцам сохранить жизнь. Это очень необходимое, но, к сожалению, очень дорогостоящее оборудование. Я сегодня привезла с собой несколько визиток. Все, кто хочет, да, может взять. И здесь есть и название этого общественного движения, обоз. С обратной стороны реквизиты и телефон, и штрих-код, по которому можно перечислить денежные средства. Штрих-код как бы банковский. Все это ляжет на счет соответствующей организации. Кроме того, если кто-то сегодня готов, и мы будем благодарны любой копейке. К сожалению, как бы, ну, не смогла, заболел человек, очень тяжело заболел человек, который изготавливает, у которого находятся специализированные боксы для сбора денег. Ну, лежит с температурой 40, я, к сожалению, не смогла заехать, забрать. Да, поэтому, ну, вот обыкновенная такая коробочка, как в старые добрые времена. Будем благодарны каждому рублю, каждой 100 рублей. Кто сколько может, пожалуйста. Я гарантирую и своим именем, и именем своей семьи, и всех тех людей, которые работают с нами в этом движении, что ни одна копейка не пропадет. Существует сайт, к которому можно присоединиться. Он так и называется, помощь фронту обоз. Любой желающий может подключиться к нему. Мы регулярно выставляем отчеты и по отраченных деньгах, и отчеты о том, что отвезено, как отвезено, и благодарность бойцов, которые искренне и по-настоящему благодарят всех, кто участвует в этом действительно святом деле. Поэтому, да, и еще один момент. В настоящее время обратились ребята, специалисты-айтишники. Мы собираем выушные телефоны, смартфоны, айфоны, то есть сенсорные, и планшеты. Эта техника идет на переделку пультов для управления дронами. Все вы прекрасно знаете, что самая тяжелая история – это дроны, это война дронов, это то, что является расходным материалом. Мы передаем это соответствующей группе ребят, которые переделывают, то есть они не будут работать телефонами, они будут работать пультами. Поэтому не имеет значения. Рабочие они, полурабочие, почти нерабочие, они пойдут совсем на другую историю. Если у кого-то есть такая возможность, ну, у большинства из вас есть мои личные телефоны. Вот Валентина Ивановна, мой очень активный помощник, которой я бесконечно благодарна. Девочке, с которыми мы дружим. В общем-то, мы будем благодарны любому телефону, любому планшету и любой копейке, которая поможет нашим ребятам, ну, хотя бы чем-то. Это то, что мы можем и то, что мы должны делать для тех, кто сейчас там живет и умирает. Сенсорные, да? Сенсорные, да. Сенсорные, да. Они идут на пульты управления, да. Там головастики переделывают это все. Ну, это понятно, что как бы дорога в один конец, они эти телефоны уходят на пульты. Ну, кнопочные все? Нет, кнопочные нет. Сенсорные, нет. Именно сенсорные. Сенсорные нужны, да. А вы где находите? Что-то подъехать. У меня планшеты есть. Значит, вот, давайте я вот дам... Оксанечка, возьмите, выложите в телеграме, в WhatsApp, а у кого нету ни того, ни другого, тебе пусть возьмут. Вот. Потому что это будет... Ну, как бы, если кому-то... Вот я визитки привезла. Адрес... Я сканирую, я выложу в телеграме сегодня. Адрес сбора гуманитарной помощи, партизанская 1. И на WhatsApp уходит фотография. Да, это при храме... Валерина одноклассникова. Да, это при храме, как бы, это все... Все это официально абсолютно... То есть движение называется помощь фронту обоз, юридическое лицо. Ну, то есть мы работаем официально, чтобы не было никаких вопросов. Вот с этой стороны написано, СМЕРШ, центр невойсковой боевой подготовки. То есть, ну, ребята, как бы, занимаются, кроме этого, еще и с детьми. Все это, и занимаются вот этими вещами. У меня все. Еще раз повторю, будем благодарны за каждую копейку, за каждый телефон, за каждый планшет. Спасибо большое. Все, ну что, дорогие друзья, давайте по русскому обычаю. Ну, понятно, что СМЕРСАНИ надо помочь. И если кто-то в этом году еще со взносами не определился, надо поддерживать нашу, все-таки, ветеранскую организацию в этом отношении. Вот, и вот, и занят Кочетков, слава, который здесь находится. За этот год. Так, ну что, ну а теперь по нашему обычаю, по-русскому давайте.